Традиционная для нашего района августовская педагогическая конференция прошла в новой школе и была посвящена реализации мероприятий национального проекта образования. Современная, качественная, доступная каждому образованию – это отличный ресурс для развития Кубани и всей России. Но для того, чтобы образовательные возможности притворились в жизнь, всем, занятым в этой отрасли, нужно очень серьезно поработать. В преддверии Дня знаний, начала нового учебного года, все, кто связан с районным образованием, представители школ, дошкольных организаций и учреждений дополнительного образования, а также среднего и высшего профессионального образования, местных властей, сотрудники социальных служб, родители и общественники собрались в актовом зале новой школы на конференцию. Им предстояло обсудить наиболее важные направления развития, оценить степень решения поставленных задач и определить, на что нужно обратить особое внимание в предстоящем учебном году. Глава Славянского района Роман Синеговский обратился к участникам конференции с приветственным словом. Он подчеркнул важнейшее значение отрасли, где в образовательных учреждениях работают квалифицированные и творческие сотрудники, которые воспитывают одаренных учащихся. Благодаря активному участию в краевых программах постоянно улучшается материально-техническая база. Новая школа, где проходила конференция, это результат большого труда строителей и всех заинтересованных служб. И построена она для того, чтобы в ней обучались и работали с удовольствием, используя современные технологии образования. Мы запланировали с вами точки роста в наших школах 20, 25, 29, где будет основное направление, это гуманитарное направление, плюс сегодня цифрой мы занимаемся. Наших детей мы должны учить сегодня работать с изменениями, работать в команде, чтобы они были адаптированы к нашей новой жизни. Если говорить о национальных проектах, мы планируем также приобретение нового оборудования. С обстоятельным докладом по теме развития системы образования выступил заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Прошедший учебный год был ознаменован включением в реализацию масштабных национальных проектов. Человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. Образование в конечном счете должно содействовать повышению качества жизни. Те кадры, которые готовы расти, развиваться, реализовывать новые формы, новые возможности и методы, получают площадку, на основании которой все это реализуется. В том числе материальную, в том числе площадку, которая будет оснащена современным оборудованием. А те, кто не готов шагать в ногу со временем, привык идти по накатанным, останутся за порогами более национальных проектов. Повторюсь, уважаемые коллеги, все в наших руках. Начальник управления образования Славянского района Олег Синтищев, отметив в своем выступлении лучших учителей и учащихся, не обошел вниманием и проблемы, призвав активизировать работу по повышению профессионального мастерства педагогов. Проблемы, которые нашли свое отражение в докладе Виталия Ивановича. То, что сейчас я попробовал вам рассказать. И те проблемы, которых мы на этой конференции еще не коснулись, или коснулись, может быть, очень косвенно, слегка, они очень сложные, но все эти проблемы нам по силам с вами все решить. Любовь Белик, директор первого лицея, сказала, что отличные результаты его выпускников – это итог огромного труда педагогов. В лицее в настоящее время идет работа по трем профилям, потому что это открывает новые перспективы перед выпускниками после получения аттестата зрелости. Учитель русского языка и литературы лицея Татьяна Матряшина смогла прекрасно подготовить своих выпускников к сдаче единых государственных экзаменов. Пять стобальных результатов. Этот результат достигнут благодаря упорному труду не только учителя, но и детей. Многие из них, из детей тоже могли бы получить такой результат, но здесь, видите, на ЕГЭ 100 баллов – это еще и удача. Поэтому пятерым моим детям удача улыбнулась. Я очень рада. В этом году я буду работать тоже с 11 классом, поэтому надеюсь, что результат у этих детей тоже будет замечательным. Педагогическая конференция дает отличный повод для размышления и поиска новых подходов в развитии образования, а опыта и желания работать у наших педагогов не занимать. У меня в этом году два 11 класса, и я знаю, что многие ребята изъявили желание задавать этот предмет, и я, конечно, в этом их поддерживаю. Хотелось бы пожелать педагогам, ученикам, родителям терпения, успехов, старательности, целеустремленности. И, конечно, нужно верить в себя и добиваться успехов, даже если это очень трудно. Есть чем гордиться и сотрудникам Центра дополнительного образования, и они не намерены останавливаться на достигнутом. Мы добились немалых результатов и наши педагоги, и наши ребята, дети. Это все очень здорово. Это благодаря тому, что все трудились, и была поддержка, конечно же, нашей власти. А в новый учебный год мы входим с большими надеждами на то, что у нас будет все продолжать улучшаться, осуществляться все наши планы по реконструированию помещений, по ремонту, по оснащению новым современным оборудованием. Где-то поучаствовали около 25 конкурсов. Это региональный и всероссийский уровень. Из них около 20 мы там завоевали первые места, а вторые, редко третьи. Из этих конкурсов у нас три – это всероссийские победы. Я считаю, это очень круто. Когда есть реальные успехи, есть стимул для дальнейшего роста. На педагогической конференции состоялся открытый профессиональный разговор, в ходе которого собравшиеся искали пути дальнейшего улучшения работы и механизмы решения проблемных вопросов. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко призвал идти в ногу со временем, но не забывать о воспитании патриотизма. И патриотическое воспитание наших детей, оно должно быть на самом высоком уровне. И вы это прекрасно понимаете. Сегодня у нас массовый патриотический клуб, у нас сегодня казачий класс, кадетские классы. Но в резолюции ни одного слова нет. Мы сегодня нашим школам присвоили имена наших героев. И надо обратить внимание, надо это пропагандировать. Августовская педагогическая конференция стала точкой отсчета новых дел в образовании, новых надежд и свершений. В конце мероприятия грамотами были отмечены руководители образовательных учреждений Славянского района и педагоги, призеры и победители в различных номинациях. Участники конференции горячо аплодировали своим коллегам. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Игорь Вишневский, Игорь Ванчугов.